Сегодня пресс-конференция присвячена болючему вопросу, это вопрос переселенцев из Схода Украины. Я хочу представить вам общественную организацию предпринимателей Схода Украины. И для начала слово надается керевнику этой организации Грибову Пива. Добрый день всем, добрый день Украина, добрый день присутствующие. Ну, я расскажу вкратце, что мы хотим и как мы дошли до мысли такой. Значит, смотрите, ну все, наверное, знают, что война в стране идет, в Донецке и Луганске бандиты засели. Да, то есть нам пришлось выехать из своих городов. Большую часть нашего общества представляют предприниматели, которые имеют свой бизнес, малый, средний. Ну, да, до большого, наверное, они доросли мы еще, а так бы у нас не было, в принципе, такой проблемы. Вот. Мы были вынуждены переехать в город Киев, перевезти свои предприятия сюда, зарегистрировать. Сотрудники все с нами уехали. То есть мы зарегистрировались на новом месте в Шевченковском, в разных районах города Киева и города Львова. Вот есть представитель львовского отделения. Мы продолжаем платить бизнес. Значит, все вы знаете, что есть такая проблема, как жилищная у переселенцев. К сожалению, мы не настолько богатые, хотя являемся предпринимателями, чтобы купить себе квартиры или дома. Поэтому мы вынуждены снимать. Вот мы пришли к идее следующего содержания. Как граждане Украины, вы все знаете, что есть такой закон Украины, как земельный кодекс. Ну, я не юрист, я не буду там в тонкости вникать. Вот. По этому кодексу, земельному, да, земельному кодексу, по этому закону мы, как граждане Украины, любой гражданин Украины, независимо от региона, имеет право на земельный участок. Все об этом знают прекрасно. Но, к сожалению, у нас как-то вот это все... Ну, мы решили попробовать все-таки. У нас как бы нет другого выхода. Мы придумали такую интересную идею, как получить эти земельные участки по этому закону и попытаться найти застройщика, который нам под эти земельные участки построит в ипотеку дома. То есть в кредит, скажем так, под залог земельных участков. Вот так, как мы... Ну, вы понимаете, да? Вот. И получается, как бы, что мы сделали? Мы думали, это все очень просто, так как мы все знаем, что есть земельные кадастры. Ну, сейчас Дима расскажет про кадастры и про все походы наши к губернатору области, ко всем остальным нашим чиновникам. Значит, мы по кадастрам, которые с 2012 года посмотрели в интернете, очень просто решили, хотели решить эту проблему. Думали, это все правильно, все как положено. Вот. По кадастрам мы нашли земельные участки пустые. Ну, и, соответственно, их сделали... Как это называется? Снимок, да? Ну, из интернета снимок карты, да? Земельного участка с географической привязкой. Ну, нам сказали, что, оказывается, кадастры, ну, не совсем это правильно все. Оказывается, есть у нас еще подкадастры какие-то и подкадастры, еще там какие-то, еще разные всякие истории интересные, волшебные, да. То есть эта земля на самом деле не совсем свободна, как нам кажется, по интернету. Ну, и, скажем так, мы пошли другим путем. Так как нам объяснили, мы знаем, как бы, как это все делается, земельный участок получается. Мы написали запросы всем главам городов, всем главам сельских рад, то есть хозяевам, как это называется, административных единиц. Правильно я сказал? Да. Ну, мы так рассчитывали на то, что главы административных единиц знают, что у них находится в хозяйстве. Ну, и Елена Викторовна расскажет, какие мы интересные ответы получили со всех городов. Оказывается, у нас в Украине, в Киеве, Киевской области, во Львове и Львовской области нет четырех гектаров земли для того, чтобы построить дома для переселенцев. Вот так вот, господа. Все. Дальше вот Дима, может быть, добавит, Алексей. Алексей, да, вот, наверное, по поводу, как искались участки. Или Дима. Давайте. Меня зовут Дмитрий Погребняк. Я юрист общественной организации и практикующий юрист. Я вам расскажу, собственно, как это выглядит с юридической точки зрения. Да, у нас есть замечательная Конституция Украины, в которой у нас в первую очередь гарантировано каждому жителю Украины право на жилье, в том числе право на строительство жилья. И статьей 14 гарантировано право собственности на землю. Да, и написано, что оно, право собственности, получается в порядке установленном законодательстве. Замечательный у нас земельный кодекс, который предусматривает у нас такое право каждого гражданина, не только переселенца, да, право на бесплатное получение земли в рамках установленных норм. Касательно, там, шесть участков разных, мы сегодня касаемся только одного. Это индивидуальное строительство жилья, да. Нормы там в городе это 10 соток, поселок 15 соток, и село это 25 соток. Это максимальная площадь, которая один раз в жизни может выделяться каждому гражданину Украины. Есть 118 статья земельного кодекса, там расписан все, полностью расписан порядок получения этого земельного участка. Каждый гражданин Украины подает в соответствующую административную территориальную единицу, если это город Киев, то город Киев, если это там сельский поселковый, то район, соответственно, и так далее. Подает заявление, прилагает к нему графическую выкопировку, вплоть до того, что можно с карты Google сделать, обозначить свой участок ручкой, как бы это является достаточным, да, графическим. Он обращается и каждый совет должен рассмотреть это заявление в течение 10 дней по новому закону и предоставить, дать согласие на разработку проекта землеустройства. Потом делается проект, согласовывается и решением сессии соответствующего совета, да, утверждается этот проект и выделяется земля. Казалось бы, все просто, но проблема начинается в самом начале, это с поиском земельного участка. Почему в этом проблема? У нас есть замечательная публичная кадастровая карта, да, которая, по идее, все земельные участки в Украине, которые заняты, они имеют кадастровый номер и должны быть зарегистрированы в этой карте. Соответственно, они все размещаются в открытом доступе. Вот мы берем эту карту, видим свободный участок, да, который подходит по назначению нам, который подходит под строительство. Мы смотрим, делаем выкопировку, едем на место, смотрим, участок действительно свободный, там растут бурьяны. Да, то есть теоретически все, мы можем брать заявление, подавать заявку на данный участок, получать его собственность и радоваться жизни. Да, на практике, когда ты идешь в соответствующий совет, идешь к землеустроителю, оказывается, что этот участок, там, в далеком 50-м году был выделен, там, какому-то коммунальному предприятию, которое 20 лет назад обанкротилось, но акт о праве на постоянное пользование на землю остался, и он перешел, там, частным структурам, мы, как бы, вот, они не зарегистрировали, но все равно эта земля занята. Хорошо. Обращаемся мы в органы, дайте нам, пожалуйста, сведения, да, у нас есть, сейчас это называется, государственное агентство по земельным ресурсам, это орган, который ведет, собственно, этот земельный кадастр, и который должен ввести участки, как занятые, соответственно, так и может выделить свободные. Мы обращаемся к ним, вместо этого, вот, Лена вам расскажет, мы получаем ответ, и нам это Держземагентство рассказывает, как нам получают, то есть описывает нам порядок, который я вам сказал, что нам нужно обратиться в местный совет, и там, соответственно, получить эту землю. Дальше интереснее, да, у нас был принят замечательный закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц, да, то есть это закон, который якобы гарантирует нам, как переселенцам, какие-то права. Там есть несколько замечательных пунктов. Первый – это то, что местные государственные администрации должны содействовать и обеспечивать переселенцам получение земли, согласно законодательству, земли государственной собственности. Органы местного самоуправления, соответственно, должны обеспечивать переселенцам получение земли коммунальной собственности в месте их фактического нахождения, то есть то, куда мы были вынуждены переселиться. Когда принимали закон, еще есть замечательная статья, я специально выделил, скажу отдельно. Название статьи «Содействие по представлению внутренне перемещенным лицам кредитов на приобретение земельных участков, приобретение и строительство жилья». То есть страна даже готова была разработать программу и выкупать земельные участки нам для строительства, но, к сожалению, в тексте статьи нет ни одного слова о кредитах на земельные участки. Речь идет о программе, которую должен разработать Кабинет министров для строительства жилья переселенцам. Поэтому на сегодняшний день все выглядит так. То есть все законодательные нормы есть, придумывать ничего не нужно. Есть четкий порядок, который годами работает в Украине. Земельный кодекс был принят в 2003 году и по этому порядку с 2003 года выделяется в любом населенном пункте масса участков бесплатных. И потом мы все видим объявления «Продам 10 соток за 5 тысяч долларов», «Продам 10 соток за 10 тысяч долларов» и так далее. Велосипед изобретать на самом деле не нужно, все написано. Нужно просто взять наши законы и чтобы они соблюдались. Спасибо. Я продолжу. Меня зовут командир Алексей. Я активист общественной организации. Хотел бы акцентировать внимание на название общественной организации. О том, что называемся мы «Общественная организация предпринимателей Востока Украины». Что в этом названии скрыто? В этом названии скрыто то, что здесь собрались люди, которые всю свою жизнь привыкли рассчитывать только на себя. Они привыкли работать, они привыкли зарабатывать и рассчитывать только на свой ум и руки. Поэтому мы не выступаем с какими-либо призывами государству помочь финансами. Все люди адекватные понимают, что в стране сейчас не та ситуация для того, чтобы просить какие-либо финансовые средства у государства. Поэтому желание простое. Всего лишь навсего обеспечить конституционное право о получении земельного участка для жилья. Более того, на общем собрании нашей общественной организации была принята концепция строительства коттеджного поселка. Именно для семей членов общественной организации. С привлечением современных финансовых инструментов, которые позволят аккредитовать это строительство. Которые позволят привлечь организации строительные для того, чтобы это можно было все построить. Но более того, опять-таки, трезво смотря на ситуацию в стране, на собрании в общем было принято следующее положение. О том, что 10% от построенного жилья за счет предпринимателей бесплатно, подчеркиваю, бесплатно, будут передаваться семьям участников погибших в антитеррористической операции. Потому что и в этом направлении, кроме как мы, кроме как люди Украины, тоже ничего не делается и никто не поможет тем несчастным семьям. Почему мы остановились именно на концепции коттеджного поселка? Рассматривались разные предложения, в том числе и многоэтажные дома, где можно было бы с одной точки зрения эффективнее использовать землю. Но мы опять-таки, понимая реалии нашего государства, учитываем, что проектирование, получение разрешений строительства многоэтажного дома займет даже не определенное время, а длительное время. И если наши чиновники имеют право, имеют возможность, имеют совесть, не вовремя подписывать документы, писать какие-то отписки, где-то протягивать время, тормозить прохождение каких-то документов, то поверьте, людям, которые приехали с востока Украины, дорог каждый день. Каждый день люди думают, где жить, чем накормить ребенка, чем заплатить за жилье, купить одежду. То есть те насущные бытовые проблемы, если для чиновника 30 дней ответа это 30 дней, это две даты, то для людей, которые приехали без ничего, 30 дней это целая жизнь. Поэтому мы все-таки, я продолжу, определились на концепции коттеджного участка, коттеджного поселка. Нами были проведены переговоры с иностранцами, сейчас модно обращаться за помощью к иностранцам, просить, помогите нам. Мы видим, что наши друзья за границей делают какие-то шаги навстречу, выделяются какие-то деньги, они как-то распределяются, то есть какие-то потоки куда-то идут. Но, к сожалению, опять-таки, время, и переселенцы не могут ждать неопределенное время, когда эти потоки, в конце концов, дойдут до них и превратятся в реальное жилье, куда человек может поселить своих детей, свою семью. Поэтому мы напрямую провели переговоры с иностранными застройщиками, которые заинтересовало наше предложение. Они готовы инвестировать деньги в строительство жилья, причем делать это без излишних проволочек, делать это быстро, под понятные проценты, под понятные гарантии и на понятных и приемлемых условиях для обыкновенных людей. Но все переговоры заканчиваются одним. Мы готовы строить, мы готовы помогать, мы готовы инвестировать. Скажите, куда? Дайте нам координаты земельного участка, где мы построим коттеджный поселок, куда люди смогут приехать, заселиться, и по мере своих возможностей, работая, поднимая экономику Украины, оплачивать свое жилье и жилье для тех, я считаю, несчастных семей, кормильцы которых остались на полях Донбасса. Да, это реалии жизни, поэтому вот так. Но, опять-таки, наши доблестные чиновники на все обращения позволяют себе писать отписки, да, как мы их называем. Более того, некоторые даже не утруждаются почитать то, что они написали. То, что они отвечают. И доходит до смешного. Хотя, поверьте, тем людям, которые приехали с Донбасса, сейчас абсолютно не до смеха. И все такие ответы просто расцениваются как издевка над гражданами своей же страны. Более того, над теми гражданами, которые остались верны государству, которые поддерживают, как могут, да, как могут, но они поддерживают Украину и они нацелены на ее возрождение и процветание. Ну, а по поводу комических вот ответов, которые мы все-таки получали от представителей органов местного самоуправления, расскажут мои коллеги. Спасибо. Нами было направлено, направлены письма и обращения в Киевскую областную администрацию, Киевскую городскую администрацию, администрацию города Львова и областную администрацию города Львова с просьбой о поиске решений таких вот вопросов. То есть вопросов именно выделения земельных участков. Пусть они будут там какие-то минимальные. Я прошу прощения, можно я перебью? Буквально секунду, я просто уточню, чтобы не было потом как бы непонятных вопросов. Запрос был следующего содержания в двух словах. Есть ли у вас в наличии земельные участки, которые подойдут для постройки 265 домов для переселенцев, для обычных частных жилых домов, то есть частных, одноэтажных. Ну коттеджев, это не важно, как вы поняли, да? То есть есть ли у вас вообще в наличии такая земля? Вот такой был вопрос очень простой. То есть они не должны были решать решение, они должны были ответить на простой вопрос. У вас есть земля или нет земли? Ну ответы были до смешного интересные. Вот Лена вам, наверное, цитирует несколько из них. Направлено было 60 запросов, кроме администрации городов этих вышеназванных. Также в сельские рады, в маленькие города, которые в районах находятся, в областные, там какие-то административные единицы. В общем, всем, всем, всем абсолютно головам, которые мы вообще в округе нашли, мы направили такие письма. Ответило нам на сегодняшний день 30 человек, прошло полтора месяца. Ну ответы разные абсолютно, некоторые просто отправляли в электронку без каких-то опознательных знаков, просто ответ там такой-то рады. Ну, самое смешное то, что областные рады отправляют в ДРЗМ-агентство с таким вопросом, как бы, обратитесь в ДРЗМ-агентство. А ДРЗМ-агентство отписывает нам, что нам нужно обратиться в рады. То есть они друг к другу просто нас отправляют, ответов не дают. Единственный ответ более-менее, ну, разумительный и более-менее, как бы, достойный, скажем так, это Бориспольская меська рада ответила о том, что висковослужбовцам АТО были наданы, было принято 298 заяв, и 122 было разглянуто и принято решение на доня дозволив. И дальше, как бы, все, больше они не могут, то есть, все, иссяк источник земельный, и, как бы, больше земли вокруг Бориспольской меськой рады нема. Ну, в основном ответы, конечно, были такие, что, в основном ответы были такие, что, голова сельской рады нема информации, потому что не было сделано або генерального плану, або не было сделано инвентаризации земель. Ну, то есть, хороши хозяева свои городовые селищи. То есть, голова не знает, сколько у него земли есть, сколько нема, и не было инвентаризации сделано, поэтому информации в него нема, и тому треба идти до земагентства, а земагентство каже, не, треба идти до головы. Ну, таким чином, понимаете, что переселенцы никому не нужны, и они ходят из одного кабинета до другого, и все-таки иначе. Ось таки дела. Можно добавить? Да, пожалуйста. Я хочу добавить, что во Львове мы не просто посылали письма, мы просто поехали сами и общались лично с сельскими головами. Ну, что сказать. В Сороках-Львовских, например, нам сказали, приезжайте к нам, мы соберем собрание громады, то есть соберем все село, мы станем все перед селом, и громада будет решать, примет она нас или не примет. Вот мы ждем такого собрания. Супер, да, класс. Мы ждем такого собрания, я очень надеюсь, что все-таки пройдет нормально, и люди нас примут. Это первое. А в другом нам сказали так, у нас нет, у нас нет, ну, расширения села, то есть село обмежено уже границами, там все застроено, земля за этими границами есть, но у них нет генерального плана, то есть они ждут генеральный план. В некоторых местах уже и план есть, и земля есть. Вот мы подали заявление, мы теперь ждем ответа от них. В любом случае, я хочу сказать, что все зависит от руководства, от руководства города, от руководства страны. То есть если будет хоть малейшая, ну, зеленая улица, добро какое-то сверху дано, то поверьте, земля найдется каждому человеку, абсолютно каждому, и во Львове, и за Львовом, и в любом другом месте. То есть нет такого, что нет земли валом. Много участков, которые брошены, много участков, которые вообще заросшие, никому не нужные, сто лет какие-то. То есть, ну, это все во власти этих людей, во власти государства, во власти тех, кто сидит на местах. И я считаю, что самая главная цель вот этой пресс-конференции, это вот обратить внимание, еще раз рассказать о наших проблемах. Потому что, ну, вы понимаете, как это тяжело. Например, во Львове очень-очень тяжело. Киев, да, столица. Но и Львов, вы знаете, туристический город, и цены растут, ну, просто неимоверно. Если мы сюда приехали в начале июня, цена была там 2,5-3, это была средняя цена. Сейчас средняя цена, это уже 3,5-5,6. То есть, ну, для Львова это, поверьте, достаточно. Это очень дорого. Основная масса людей, это, как вот говорил Игорь, мы все предприниматели. Мы еще как-то дышим. Но предприятия у нас только начали работать. Нам очень тяжело. Просто я хочу сказать, что в обществе назревает конфликт. И вот сейчас во власти страны, во власти руководства страны предотвратить этот конфликт. Вы понимаете, уже полтора миллиона переселенцев. Они все без земли, они между небом и землей. Ни работы, ни жилья. Как будущее смотреть, что делать. И никто этими вопросами, в общем-то, не занимается. Вот во Львове очень много всего. Там и курсы английского, и курсы по детям. Ну, все есть. И психологи, все есть. Великолепно, чудесный, прекрасный город. Но по вопросу земли, по вопросу жилья, это просто катастрофа. Ну, как раз, где? Вот, я хотел бы добавить вот к этому всему. Надежда просто не рассказала несколько моментов. Там еще очень интересных и смешных по Львову. Когда предлагали нам организовать какие-то митинги протестные под конституционными судами. Дабы мы помогли там что-то там кому-то о голове во Львове что-то там отсудить. И он когда-нибудь, когда у них все получится отсудить, он нам чего-то там даст. Да, то есть вот такие вот были предложения очень интересные. Вот, были предложения. Ну, там масса всяких разных. Достроить какие-то дома, на которых, ну, по моему мнению, уже кинули не одно поколение там строителей. Я имею в виду тех, кто в ипотеку вкладывался. Фундаменты какие-то стоят. И опять те же фирмы предлагают. Опять давайте вы теперь сюда уложитесь. Ну, это ладно, это бог с ним. Я просто к чему веду этот весь разговор. Вот, судя из того, что мы вот как бы все рассказали, я хотел бы уведомить вас всех о том, что вот нас здесь сейчас так мало. Нет представителей каких-то телеканалов. Я так понял, что у нас проблема повышения тарифов ЖКГ. Это, наверное, важная проблема. Наверняка это важная проблема. Это тяжело пенсионерам платить. Я все это прекрасно понимаю, да. Но немножечко, ну, как бы приоритеты, мне кажется, немножко не так расставлены. Я вот смотрю сейчас на шоу везде, там все это муссируется, этот вопрос обсуждается, сколько стоит газ, кто там что украл, кто какие миллиарды, триллионы, там все это настолько классно. Но реально просто вот люди не понимают одной простой вещи, вы поймите, что мы не имеем, ну, ладно, бог с ним, финансы мы имеем. Мы, допустим, сейчас зарабатываем. Вот мы сейчас физически здоровые мужики, женщины, да, предприниматели переехали, что-то там привезли, кто-то какой-то бизнес, кто-то там цех какой-то. У нас сейчас есть возможность это все физически делать. Я не знаю, то ли государство должно понять, то ли президент должен понять одну простую вещь, что жизнь человеческая настолько маленькая, что у нас нет просто времени что-либо обсуждать, или что-либо ждать, или на что-либо надеяться. У нас очень короткий сейчас промежуток времени остался, и нам надо сейчас за этот промежуток решить буквально еще полгода, понимаете, вот этого всего происходящего, и мы станем перед одним простым выбором. Или нам оставаться в Украине, или собираться всем вместе предприимчивым людям, которые умеют делать рабочие места, и просто-напросто уезжать. Потому что, ну, это я вам реально просто рассказываю, вы поймите, что, ну, вот я сейчас снимаю квартиру, у меня есть здоровье, работать, платить налоги, снимать квартиру, там все это. Завтра со мной что-то случается. Ну, ноги я поломал, не дай бог, я к примеру говорю, да? Вот. Что будет делать моя семья? Ну, хорошо, продадут они машину, проедят, продадут там что-то еще, проедят. Ну, вы понимаете, что их хозяин квартиры придет рано или поздно, через два месяца, через три месяца, просто попросит освободить квартиру, и все очень просто. И моя семья останется бомжами. Самое главное, что мы не просим никакой финансовой помощи. Три сотки земли. В Киеве есть масса, мы были у замначальника земельных ресурсов, нам посоветовали туда пойти. Посоветовала помощница, есть у нас, ну, вы все знаете, что он есть, Владимир Виталий Владимирович. Я прошу прощения, да, это не то, что я там не уважаю, просто не интересуюсь спортом, Виталий Владимирович. Вот. Его помощница, или я не знаю, кто она, но она так представилась. Она назначила нам сначала с ним встречу, потом эта встреча несколько раз откладывалась по решению этого вопроса. В итоге с нами вообще никто не встретился и посоветовали обратиться в земельные ресурсы, короче говоря. И все это в письменном виде нам там рассказывали, рассказывали. Вот. Ну, в общем, эта женщина повела нас к замначальнику земельных ресурсов города Киева. Нам показали, оказывается, земли в Киеве очень много, ребята. Только она вся выставлена на аукционы. По 5, по 8, по 10 гектар. В пределах города Киева. Быковня, там я не помню точно название, там целая куча оказывается. Сейчас, на данный момент, эти все аукционы приостановлены. Я не знаю, почему решения приостановлены и что с ними хотят сделать дальше. Может, их просто хотят забрать, может, в аренду взять, я не знаю. Но сам факт, что решением всего лишь одного человека в этом городе может быть выделен этот участок. Любой из них. 9 гектаров быковня, любой из них. Мэр Киева просто разрешает и оформляются документы, подаются на рассмотрение сессии. Это все решается в течение двух дней. Я вообще не вижу никакого конфликта какого-то. Я не понимаю. Вот поэтому мы хотели осветить это все. Мы с удовольствием передадим, если есть представители прессы, мы передадим диски с перепиской. Если кому-то будет интересно, мы специально на DVD-диске закачали переписку. То есть вопрос, ответ по сельским радам, по головам, по городским радам. Если кому-то интересно будет почитать, посмотреть. Может, кто-то где-то опубликует на своих страницах каких-то. Поэтому вопрос очень простой. Вы поймите, мы не хотим ни с кем конфликтовать, мы не преследуем никаких политических амбиций или каких-то целей. Мы хотим просто одного, понятного для нас месседжа. Понятного, просто, два слова. Вы нужны в нашей стране, в Украине? Вы все. Вот у нас 240 семей. Я не буду говорить о всех переселенцах. Вот вы нужны нам 240 семей? Или вы нам не нужны? Если вы нам не нужны, хотелось бы вот услышать, ребят, ну покиньте, пожалуйста, территорию, потому что мы вам ничем на данный момент помочь не можем. У нас просто нет времени. Нам надо как-то решать вопрос свой. Жилищный. Мы работать хотим. Мы не хотим попрошайничать. Мы не хотим жить на субсидии. Я в состоянии все это заработать и оплатить. Мне не надо. Допустим, я приехал, у меня есть у всех ребят, мы зарегистрировались, все как временно перемещенные лица. Никто из нас, никто из нашего общества, там я не знаю, несколько человек, по-моему, пошли там получают сейчас какие-то 400 гривен компенсации там чего-то. Вот. То есть я даже не, ну не, я не знал даже, честно говоря, я вот до последнего момента, я буквально полмесяца назад узнал, что там какие-то 400 гривен на что-то выделяют. Вот. Поэтому, чтобы понимали просто, ну кто, кто вообще это все затеял. То есть не просто как бы мы просим там памперсы нам дайте там и таблетки какие-то оплатите. Участок земли мы сами найдем за что построить свои дома. Нет, мы мазанки слепим там, из Сомана слепим мазанки, поставим деревянные окна, найдем на свалке и будем там жить. Но просить мы не будем, никаких денег. И все. Вот так вот очень просто. Как бы хотелось услышать просто ответ. Это так, знаете, риторический вопрос в пустоту такой. А скажите нам, пожалуйста, ответьте на вопрос. Наверное, никто не ответит, потому что я еще хотел бы обратить внимание на то, что мы, прежде чем собирать эту пресс-конференцию, мы очень долго думали. И думали, как же сделать так, чтобы нас услышали, чтобы все услышали, чтобы вся страна, что есть решение вопроса на самом деле. Надо только участок земли. Мы, вот они есть, нас 10, 15, 20 человек, которые готовы потратить свое время, свои средства, найти этих застройщиков, которые под залог этих земельных участков в ипотеку нам построят дома. И мы сами будем работать и выплачивать. Пусть это будут поляки, немцы, неважно. Мы найдем, мы съездим, мы переговорим, мы найдем, мы организуем там. Это будет интересно и немцам, и полякам, потому что будут где-то задействованы. Раз наши не хотят застройщики, мы задействуем поляков, им будут интересны эти заказы. Все упирается в землю. Дайте нам землю, а дальше мы сами разберемся. Ну, никто не дастся. Поэтому, да, я для того, чтобы осветить этот вопрос, вы извините, я эмоционально немножко сбился с целью вообще, чем я хотел закончить. Я хотел сказать, что нами были разосланы приглашения, хочу подчеркнуть, всем лидерам фракций, всех, описания проблемы с полным ее решением и со всей полностью перепиской, со всеми сельскими головами, со всеми остальными. То есть человек, прочитав эту информацию, должен быть, если он действительно радея за Украину, да, он должен был возмутиться, почему так происходит, что же происходит, надо как-то решать. Ну, видимо, никто не возмутился, ни лидеры фракций, ни самые высокие люди. Я даже боюсь уже называть фамилии этих людей, потому что еще, не дай бог, рукой Москвы назовут. Вот, поэтому вот так вот. Я хотел бы добавить по поводу руки Москвы сейчас для представителей средств массовой информации. Сейчас очень модно в нашем обществе стало приклеивать ярлыки о том, что производится какая-то раскачка ситуации, какие-то возникают недовольства в массах. Так вот, дабы предостеречь от подобного рода претензий, хочу сказать, что данная пресс-конференция никем не проплачена. На ее проведение средства собраны исключительно членами общественной организации. По 55 гривен. Для того, чтобы данную проблему обрисовать и хотя бы как-то попытаться донести ее до тех лиц, которые способны принять вот то волевое решение, дабы снять проблему раз и навсегда. Да, просто я буквально два слова, ремарочка. Два слова, буквально и все, и вопросы. Два слова. Просто вы же понимаете, все, что в нашей стране, ну я так понимаю, я, наверное, думаю, я прав. У нас как решалось все по телефонному звонку, по-моему, так и решается. Если позвонит дядя, вот тут сверху, да, я сейчас не говорю ни о ком конкретно, образно, да, вот, и скажет, будьте любезны, сделайте для этого человека, потому что он от Ивана Ивановича, да. Я думаю, что так же все и решается. Поэтому, ну, хотелось бы к Ивану Ивановичу обратиться, все-таки он может как-то обратить внимание. Все, я прошу прощения за задержку вопроса, да. Вы сказали, что вы обратились ко всеми генерам фракции. Дело в том, что я представляю парню Викимчина, Илья Владимировна сейчас находится в... Вот, я вспомнил, где я вас видел. Спасибо. Здесь, наверное, рос не только как по музеям Илья Владимировна и по заданию фракции, я тот человек, который заинтересован и знаю вашу проблему, поэтому именно меня попросили и прикинуть. Я исполняла обязанности губернатора Луганской области, и я ежедневно... Слушайте, точно. С проблемами переселевцев и предпринимателей, и пенсионеров. Я хочу сказать, что да, действительно, проблема переселевцев... Я только что по выборщему законодавству была бы на пресс-конференции, там, где мне бы провести выборы на территории Донецкой и Луганской области. Я подумала вопрос, что здесь мы, которые находимся на этой территории, тоже лишены права, и мы не сможем голосовать во время выборов в местные советы. Поэтому тут тоже этот вопрос надо серьезно решать. Потому что за кого здесь голосовать, правильно? Мы все равно вернемся в Луганскую и Донецкую область, но главное не освободить. Поэтому всю проблему, я ее прекрасно знаю, я возьму ваши документы, я передам народным депутатам, вот под Кевщиной. Но я сама заинтересована в том, чтобы вы в первую очередь получили эту землю. Понимаете, хотя бы показать один случай в Украине, чтобы мы чего-то могли добиться. Вот все, что зависит от... Пожалуйста, сделайте так. Я готова помочь, потому что я прекрасно понимаю, что это непробиваемая... Непробиваемая стена. Я сама лично отстояла три месяца в Луганске, на Майдане, и я не хочу возвращаться в ту страну, которая была раньше. Мы стояли зачем? Мы стояли для того, чтобы что-то изменить в нашей стране. Поэтому я на вашей стороне, я готова с вами сотрудничать постоянно, потому что если мы построим один от этих городов, то можно будет строить и другие представители наших, на нашей переселенции, много чего-то добиваться. Я понимаю, вот эти модульные домики, которые построены в Павлограде, в Харькове, да? Ну, во-первых, там не решают проблемы. Можно я буквально два слова? Поэтому если люди готовы сами вкладывать свои деньги в строительство, и тем более 10% бойцов могут получить жизнь, потому что люди в таком состоянии живут, они... Семьи погибших, я поправлю, да, семья погибших. Семьи погибших, да, я вижу. Поэтому то, что зависит от меня, все зависит от нас, но мы не знаем. А кто сказал, дайте мне рычаг, а я переверну землю, напомните? Аристотель, да? Знаете, честно сказать, в одном участке земли дайте, мы разрулим без всяких политических амбиций. Вы знаете, я точно такой спросил, как и вы. Да. Я тоже, у меня квартира там осталась, и я не забрала оттуда ничего. Поэтому ваша проблема, это мои проблемы. На самом деле все решается за два дня. Один звонок, и все, и сразу решаются все. Вы понимаете, дело в том, что нет предмета переговора с застройщиками, понимаете? Концепция очень простая. Каждый человек индивидуально, чтобы вы понимали, чтобы это не расценивалось как какой-то очередной элита-центр. Смотрите, земельный участок, вот допустим я, я получил земельный участок, допустим, 3,5 сотки. Он получил, он получил, она, она, она. Нас 200 семей, 200 домов надо поставить. Вот 200 участок по 3 сотки, по 4, пусть, какая разница. Я приезжаю к застройщику, говорю, есть у меня 250 участков земли, по 3, по 4 сотки. Вот я хочу, чтобы ты мне построил поселок вместе с нами. Дело в том, что есть такие застройщики. Поселок полностью стандартных, нормальных, адекватных по 150 квадратов домов, адекватных, которые нормально стоят у поляков. У нас они космические деньги стоят. Они нам построят за копейки это все и дадут ипотеку на 30-40 лет, чтобы каждая семья могла 70 евро максимум платить в месяц, чтобы у нас еще на покушать оставалось, на все остальное. Вот. И каждая семья индивидуально заключает договор. То есть нет никакого кооператива, нет никакого громадского объединения. Каждая земля, Вася, Петя, Коля заключают, как вот в банке вы машину берете в кредит, Вася, Петя, Коля заключают конкретно с застройщиком индивидуальный договор. И этот Вася отвечает за свои проплаты. Если Вася не проплатил, застройщик имеет право то ли реструктуризировать, то ли продавать. Очень простая программа на самом деле. Она в Америке везде. Это обычная ипотека под залог земельного участка. И мы очень хотим, чтобы люди не платили изначально, чтобы вы понимали. Мы ведем переговоры по поводу того, чтобы участок был сначала построен, введен в эксплуатацию вместе с мебелью, с бытовой техникой. То, что люди все равно будут приобретать потом. То есть полностью будет использована вся... Ну, я не думаю, что мы такого застройщика у нас найдем. То есть будет полностью использована вся рабочая сила. То есть, ну, допустим, поляков возьмем. Польские стиральные машинки, польская мебель. То есть полякам это супер как интересно. Супер как интересно. Но нет предмета договора, понимаете? То есть не о чем разовать. Они хотели бы с нами, говорят, ребят, мы с вами поведем переговоры. Ну, о чем речь? Где конкретно? Мы хотим выехать хотя бы посмотреть, где он находится, чтобы под что вам давать, понимаете? Вот. А земли на самом деле, ну, вот. Я просто живу в Хотове. Я знаю, что земли в Хотове конкретно. Можно сразу домов 250 шлепать рядом с Хотовым. А сельско-господарского призначения, представляете? Это такая проблема. Это надо какой-то закон принять, создать обязательно какую-то рабочую группу, какой-то очередной комитет. Как закон с войны, можно было бы уже столько законов принять для того, чтобы защитить переселенцев. А почему, в основном, это те, которые демократически настроены? Я хотел бы добавить один аспект. Вы сказали о реализации избирательного права переселенцев, да? Когда политики начинают вот эту тему, реализация избирательного права, каких-либо еще прав, они забывают одно. Есть последовательность. Сначала должна быть реализация фундаментального права человека на жилье. А потом уже будем издавна. Сюда будут производные, реализация избирательного права и все остальное. Так вот, политик, который сможет решить вот эту проблему, поверьте, будет просто золотом вписан в историю Украины. Почему этого не понимают наши доблестные и депутаты, и исполнительная власть, и законодательная власть? Почему? Неужели это так тяжело? Есть фундаментальная проблема, которую, вместо того, чтобы обсуждать те проблемы, которые, да, они все важны, но это та фундаментальная проблема, которая позволит и откроет путь к решению и реализации избирательного права переселенцев и всего остального. И всего остального. Для нас с вами это очевидно. Да, я прошу прощения, да. Вопрос. Вы сказали, что в законе о временно переселенных есть программа Кабмина. Обращались ли вы к Кабмин, чтобы узнать, где у меня реализация этой программы, и обращались ли вы к каким-то депутатам, чтобы они помогли вам в законодательном органе, в законной радие, решить вашу проблему? Давайте я отвечу касательно закона об обеспечении права и свободы. Да, в законе есть статья, вообще закон очень декларативный, то есть закон на самом деле, он чисто популистский, очень декларативный. То есть местные органы самоуправления должны в рамках своей компетенции обеспечить переселенцам получение земли коммунальной собственности. То, что написано у нас в Конституции, что имеет право на землю, то, что написано в земельном кодексе, порядок, все расписано, написали еще отдельно в этом законе для переселенцев. В статье 17, касательно программы, я специально зачитал ее название, в названии речь идет «Содействие по предоставлению внутренним перемещенным лицам кредитов на приобретение земельных участков при приобретении строительства жилья». Это в названии статьи. В самой статье про земельные участки уже нет ни слова, то есть кредиты рассматриваются на строительство жилья. И согласно этого закона Кабинет Министров должен разработать программу, согласно которой будет кредитование не выше ставки НБУ для переселенцев. То есть действующее на момент, соответственно, кредитования. Проекты есть, возможно, этих программ, но самой программы Кабмин на сегодня не утвердил. Мы обращались, разные были запросы и касательно земли, описание общей проблемы, в том числе приглашение на эту пресс-конференцию с приложением всех материалов, которые у нас были на тот момент, потому что некоторые дошли в последние 20 дней. Конкретных каких-то действий нет. Они пересылают, Кабмин пересылает куда-то ниже, в город пересылают, в область. Это, знаете, такой бюрократический механизм, который много бумаги, но вообще толку нет. А по поводу депутатов, мы рассылали лидерам фракции, да, то есть лично мы пытались... Это Арсений Петрович, я думаю, вам бы хорошо ответил на этот вопрос, он был приглашен на пресс-конференцию. Но я думаю, ему не интересно, он даже не потрудился представителя своего профильного прислать, а можно было бы, наверное, да? Да, я думаю, это не последнее. Я думаю, эта проблема намного круче, чем тарифы, поднятие на какие-то проценты тарифов жилищно-коммунальные. Это, конечно, я опять же повторюсь, это, конечно, наверное, очень важная проблема, это очень важная проблема. Но я думаю, такие вещи, как безногие ребята, семьи погибших и полтора миллиона людей без крыши оставшихся, наверное, поважнее будет киевских тарифов, да, которые можно решить на раз, два, три одним приказом. Просто приказать, не поднимать тарифы и до свидания. Да, этот вопрос, наверное, проще решить, чем просто... Ты же не прикажешь, вот, я приказываю вам, приобретите дома. И я, бах, и у меня деньги появились, и я дом приобрел, и проблема решена. Я бы, ну, как бы, не хочется просто в радикальные выражения входить, понимаете? Но есть еще одно решение вопроса, понимаете? Ну, вывезти куда-нибудь, шарахнуть, и все, и проблема решена. У нас беда вся в том, что, видите ли, правительство у нас действует стандартными методами, но в нестандартной ситуации, в которой данные методы не совсем уместны. Рассложилась такая ситуация? Да, она нестандартна. Значит, и решения должны быть соответствующие, быстрые, эффективные, оптимальные. Вот так надо поступать. Ориентировка на местность еще называется, понимаете? Есть вот аврак, ты его должен или перепрыгнуть, или обойти, решать тебе. Можно? Да, пожалуйста. О, Валерия Синовский, журналист, и неупорядный висник. Первая ремарка. Я думаю, юристы вам скажут, что измену цельного призначения земли зараз тоже очень тяжело делать. И это не винен ни сельский город, это винен законодательство. Так что это первая ремарка. Другая ремарка. Я так зрозумев, что все опирается поки что навколо двух мест. Львов и Киев. Как ситуация с Житомиром, с Ривнем, с Луцком. Ни-як. Это вы скажете мне. Третий. И третий. Я хочу повернуться до ипотеки, до многоповерховых будинков, которые в Киеве стоят, если мне не ошибается память, с 1994 года. Так вот, левую пайку этих будинков скупил Олександр Батькович Янукович, известный в журналистских колах, как Саша Стоматолог. Теперь эти будинки стоят, там гнездятся сороки, вороны. Потихоньку они руйнуются, эти будинки. Я вот тут вертаюся до представника Батьковщины. Чи не можно было бы сейчас прийняти, мабуть, політичное решение, чтобы эти будинки передать предпринимателю, раз у них есть желание, и сделать вот такой будинок, например, скажем, на генерала Драгомирова, я вижу этот будинок, у меня нет. А вот Тамара Анатольевна ответит, вот она очень рвалась ответить. Ответь, пожалуйста. Просто к нам обращаются с разных мест, но большая часть у нас зарегистрирована, действительно, это предприниматели Киева, Киевская область и Львов. Но к нам обращаются и высылают свои анкеты из других городов. Также были представители, которые уже там организовались, по 200 человек. И они уже обращались так же, как и мы, по той же самой схеме. То есть мы когда пообщались, мы поняли, что люди пошли самостоятельно, тем же самым путём. Обратились в те же рады, обратились в те же... И у них точно такой же ответ. То есть то, что как бы мы прошли, прошли и в других городах. Мы не столкнулись с чем-то новым. Нам иногда обращаются с Закарпаттией, говорят, приезжайте, здесь так много земли, мы вам даже дадим пустые заброшенные дома. Когда мы спросили, а чем заниматься будут предприниматели в заброшенном Закарпатском селе? Ну в ответ как бы, ну тут надо вложиться немножко. А во что вложиться? Он говорит, чем мы будем заниматься? То есть с этих сел люди убежали, а нам предлагают туда приехать и поднимать Закарпатское село. У нас нет так много денег. Мы многие выехали, буквально люди приезжают и говорят, мы выехали с сумочкой, вот взяли документы и выехали. А здесь нам уже там волонтёры, кто-то что-то дал, кто-то кого-то куда-то подселил. Селятся по две, по три семьи, так как мы не в состоянии многие снимать. Но вот мы лично несколько семей скоперировались, наших сотрудников. И большой дом сел. И снимаем один дом. Потому что снимать квартиру, вы зайдите просто на, извините меня, на шесланда там и тому подобное. Сколько стоит двухкомнатная, однокомнатная квартира? От пяти до двенадцати тысяч. Это так, чтобы там была мебель, более-менее спальные места и хоть какая-то там посуда, утварь. Потому что мы не приехали с чайниками. Мы приехали буквально, я же говорю, с документами. Вот мы лично три раза проскакивали там каким-то образом и на Матизе вывозили свои вещи, там подушку, что-то, что смогли запихнуть в этот несчастный Матиз. Но это нам повезло. А многие просто, ну нет машин, нет возможности. Просто выехали люди. И ну спасибо волонтёрам, спасибо тем, у кого добрая душа. Но мы ещё столкнулись с проблемой, и вот во Львове, и здесь. Одна и та же проблема. Вы откуда? Вы с Донецка? Ну с Донецка ещё более-менее. А с Луганска? Просто риэлторы ложат трубку. Они не хотят. А вы не знали, да? Вы так удивлены, сейчас удивились. Вы не знали? Мы говорим, мы предприниматели, мы не бомжи. Я не говорю все. Это вы такой молодец. Спасибо. Спасибо, многие поклонницы. Я прошу прощения. Можно я два слова буквально? Ребята, это не просто шутка. Я вам серьёзно говорю. Ко мне приезжали сотрудники со Львова. У меня ребята работают. Мне очень сложно было снять квартиру. Как только узнавали Донецкая и Луганская прописка, буквально говорят, вы не из Донецка случайно? Вообще даже разоваривать не хотят. Хозяева категорически. Даже квартиру не послушают. Мало того, что 12-15 тысяч ломят за квартирой. И вот вы представьте, вы мне говорите, вот куда-то поехать. Я согласен с вами, я готов ехать туда. Но понимаете, вот у меня, допустим, бизнес-услуги. Мы занимаемся инженерными сетями зданий, установкой приборов учёта, ремонтами квартир. Понимаете? Ну хорошо, я согласен. Вот нам даже вот директор Черниговского хлебокомбината, девочка, звонила. Говорит, ребят, ну у вас предприниматели Востока Украины, вы так красиво называетесь. Возможно, у вас есть какие-то там, я не знаю, проекты какие-то интересные. Приедьте. У меня в Чернигове хлебокомбинат пустой стоит. Я вам бесплатно отдам всю территорию. Говорит, занимайтесь хоть чем-то. Людей на работу устройте, люди без работы. Что я там буду делать? Что я там буду делать? Я приеду туда, хорошо, окей, я завтра приезжаю. У меня даже может быть участок земли, да что я делать там буду? У меня нет такой суммы денег, понимаете? Я как инвестор, ну как бы не котируюсь вообще. Я вот котируюсь так, чтобы выжить, хотя пока бы на первое время. Предложите мне куда-нибудь другое место. Про дома я хотел бы ответить на вторую часть вашего вопроса. Значит, вот смотрите, сначала всей этой ситуации прошло уже более года, да? Неужели вы понимаете, мы понимаем, все понимают о том, что это можно сделать, но ввиду каких-то собственных политических или амбиций, или еще чего-то, никто, даже не то что пошевелился, даже никто не заикнулся о том, что есть масса тех домов, о которых вы сказали. Есть масса домов, которые построены без каких-либо разрешительных документов. Недавно опубликовали список около 40 объектов, которые просто люди захотели построить, и они построили. Так вот, должна быть вот та самая, сейчас необходимая всей стране политическая воля, которая позволит решить массу проблем, и в том числе убрать незаконные постройки, одновременно решив проблему переселенцев. То есть у простых людей это называется навести порядок. Просто навести порядок с теми накопившимися вопросами, которые есть на данный момент. Но почему-то это понимают все, кроме тех, кто действительно может и должен этим заниматься. Это нужно еще маленькое, касательно целевого назначения Земли и вот этих вопросов, которые вы сказали, второго и третьего вопроса. Они требуют дополнительных изменений законодательства, потому что целевое назначение Земли это сложно менять. У нас есть вокруг Киева очень много лесов, которые на самом деле пляшивые, и там можно было где-то застроить. Вот кварталы так и застраивались. Это требует дополнительных сложных решений. Есть простая процедура, она установлена земельным кодексом, и Земля есть на самом деле. Она выделяется постоянно, бесплатно. То есть не нужно изобретать, мы почему и пошли по самому простому пути. Есть процедура, она применяется в стране. То есть не нужно дополнительных решений принимать, не нужно писать это в законе переселенца, не нужно менять целевое назначение Земли. Нужно просто дать нам возможность реализовать свое право. Все. Спасибо. Ребята, не будьте наивны в этом плане. Как вы говорите, по телефону позвонили и все решили. Земля давно стала предметом купли-продажи. Вы же это понимаете. У нас больше всего на этом члену... Я прошу прощения, я сейчас вернусь к началу нашего разговора. Нет, наверное, я уже ближе к концу разговора. Вот я... Мы почему... Мы собрали пресс-конференцию, мы пытаемся как бы все это озвучить. Не для того, чтобы... Не для того, чтобы решить этот вопрос сейчас вот здесь. Мы просто сейчас освещаем, что мы сделали и какой мы получили выхлоп из этого всего. Понимаете? Я просто хочу, я лично, я не знаю, как все члены громадского объединения, но я тоже думаю, им этот ответ будет интересен. Я просто хочу сейчас получить ответ на вопрос. Я в этой стране нужен или нет? У меня сейчас пока есть здоровье эмигрировать и открыть бизнес в другом государстве. Пока есть у меня здоровье. Я хочу работать. Понимаете? И сейчас здесь разговор о каком-либо патриотизме или еще о чем-то. Я патриот. Я всей душой и сердцем жил Майданом. Всей душой и сердцем жил им. Понимаете? И в Донецке жил, и ходил, и поддерживал, и что мог. Я не буду рассказать, чем я лично кому чего помогал. Это мое личное дело. Я не собираюсь расписываться, перераться на этих вещах, как многие привыкли. Я просто хочу получить один простой ответ. Ребята, вы нам здесь нужны. Мы сейчас решим этот вопрос. Это же на самом деле в течение дня можно решить. Если просто захотеть. В течение дня садишься на машину, едем в Кацюбинское, где тысячу гектар, извини за выражение, мыр Киева хлопнули, мыр области, по-моему, Шандри у нас, да? Шандри, мыр области хлопнули по рукам с головой Кацюбинского. Тысячу гектаров леса отдали. Шандра. Шандра. Тысячу гектаров леса отдали сейчас Кацюбинскому. Нашли тысячу гектар леса отдать под застройку. Она мне... А мы, значит, не дали... Я не говорю... Один простой ответ. Нужны или не нужны, чтобы мы не теряли время. Я не хочу терять время. У меня семья, у меня дети. Мне надо, чтобы мои дети кушали, пили, ели. И чтобы их завтра не пришел злой дядя, которому я 15 тысяч за дом не заплатил, и не выкинул мою семью на улицу. Все. Все. В административном порядке пытались обжаловать? Зачем мне это надо? Ну как? У вас не... Жалоба надействует уже остаться. Да не хочу я ни на кого не жаловаться. Я прошу прощения, у нас просто время... Я прошу прощения, у нас просто время пресс-конференции закончилось, да? Мы можем выйти, и если остались у кого-то вопросы, мы ответим на них. Всем спасибо за то, что пришли.